Большинство запахов вредны своим составом. При этом то, что для нас смертельно опасно, часто пахнет довольно приятно. Распространённый пример – химикаты, которые используют при изготовлении мебели. Смесь фенола и формальдегида даёт достаточно, скажем так, как некоторым даже приятный запах, приторный, сладковатый, древесный запах. Соответственно, в больших концентрациях вплоть может до тошноты, рвоты, постоянных головных болей. Так что человек просто не может находиться в помещении. То и фенол, что формальдегид, они являются не только токсичными веществами, они являются подтверждёнными канцерогенами. То есть теми веществами, которые могут вызывать или инициировать, или активизировать развитие раковых заболеваний. А вот запах сероводорода способен за долю секунды вызвать тошноту, рвоту и даже обморок. Это не отравление, это непосредственная реакция мозга на запах. Даже те ароматы, которые считаются целебными, при неправильном использовании могут вызвать множество проблем. Например, любые эфирные масла запрещены людям с психическими заболеваниями, так как могут спровоцировать обострение. Детей до трёх лет лучше держать от ароматических масел подальше. Насыщенные запахи могут привести к заболеваниям печени. Не стоит нюхать ничего лишнего и беременным женщинам. Идёт созревание плода и, соответственно, многие масла, они будоражат и усиливают, в общем-то, кровотворную систему, то есть усиливают сокращение матки. У ароматических масел очень много противопоказаний. Кипарис опасен при повышенной свёртываемости крови. Можжевельник – при заболеваниях почек. Пихта – при язве желудка. Чабрец – при гипертонии. Кроме того, эфирные масла несовместимы со многими лекарствами. Например, тоже известное масло лаванды, да, что вот лаванда, всё замечательно, всё здорово, успокаивает, но нужно иметь в виду, что лаванду нельзя использовать, если вы принимаете йода и железосодержащие препараты. Она отменяет действие этих препаратов. Применять ароматические масла стоит только после консультации с аромотерапевтом. Но даже после того, как врач выяснит, нет ли у вас противопоказаний, стоит подстраховаться и проверить индивидуальную реакцию. Берётся любое эфирное масло, которое вы собираетесь использовать для каких-либо целей, наносите на фильтровальную бумагу, капельку, и в течение 2-3 дней вы вдыхаете по 7-8 раз. Делайте вдохи для того, чтобы вам познакомиться и услышать свой организм, и организм услышал, что вы вдыхаете.